Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к Гаватам. Сегодня мы говорим о первой главе. Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. И все находящиеся со Мною, братья, церквам галатейским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Апостол начинает с решительного утверждения, что он апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. То есть его учительские полномочия исходят непосредственно от Иисуса Христа. Например, в послании к Титу мы видим, что Тит имеет свои полномочия, исходящими от апостола Павла. Это апостол Павел отправляет его с поручением. Но апостол говорит о том, что его полномочия учить людей исходят от Иисуса Христа непосредственно. Все находящиеся со Мною, братья, церквам галатейским. Галатия — это такая географическая область, которая названа по имени племени Галаты, которая там обитала. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Здесь апостол кратко напоминает евангельское возвещение. «Христос умер за грехи наши, был погребен и воскрес». И далее апостол решительно переходит к той проблеме, которую он желает рассмотреть. В галатийских общинах появляются некие люди, которые проповедуют ложное учение. И вот что пишет апостол. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас к Богодатью Христовую, так скоро переходите к иному богоествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить богоествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал богоествовать вам не то, что мы богоествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. «Кто богоествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу боговоления или у Бога, людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Апостол выражает свое удивление и огорчение тем, что галаты переходят к иному богоествованию. Они следуют за этими уже учителями, которое, впрочем, не иное. Это не богоествование на самом деле, а просто есть люди, которые вас смущают и пытаются превратить, то есть извратить богоествование Христово. И дальше апостол говорит очень такие жесткие слова. «Если бы даже мы или ангел с неба стал богоествовать вам не то, что мы богоествовали вам, да будет анафема». То есть да будет отлучен. И мы видим здесь, как апостол проводит резкую очень границу. Благовествование, само возвещение имеет огромное значение, оно имеет центральное значение. Люди мирские, не имеющие надежды, они иногда удивляются, почему это важно, а был бы человек хороший. И апостол Павел в всех своих посланиях говорит, что очень важно быть хорошим человеком. Этика имеет огромное значение, нравственное поведение имеет огромное значение, но оно строится на определенном боговестии, на определенном возвещении. И это возвещение очень важно. Ни в коем случае нельзя иметь ничего общего с людьми, которые его искажают. Он говорит, да будет анафема, анафема, это значит, да будет отлучен. Такой человек не может быть членом церкви. Человек, который возвещает некое послание, отличное от послания апостолов. «У людей ли я ныне ищу у боговоления или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Апостол подчеркивает, что то, что он говорит, он говорит от лица Божия. Еще раз, он на этом настаивает. И он не может и не собирается угождать людям. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я богоествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Апостол подчеркивает, что то, что он возвещает, это не что-то такое, что он придумал, не что-то такое, к чему он пришел на основании долгих размышлений. Это послание, исходящее непосредственно от Бога. И чтобы подчеркнуть эту мысль, он вспоминает о своем собственном обращении. Он говорит, «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Всем известно, что апостол Павел до своего обращения был гонителем церкви. И здесь он делает одну очень такую интересную вещь. Обычно люди стремятся скрыть то, что в их прошлом было плохого и неправильного. Обычно, когда, например, в политической жизни, политике, они стремятся все спрятать, что у них было в прошлом, а их противники, наоборот, пытаются это раскопать. А вот он там 20 лет назад марихуану курил. Или еще что-нибудь такое было с ним на заре туманной юности. Но сами они это пытаются всячески скрыть. И на апостола его противники наверняка нападали и говорили, «Да это же вообще был гонитель церкви, да мы же его знаем все. Кто он такой, что вы слушаете? Это гонитель церкви». И апостол перехватывает эти обвинения, и он говорит, «Да, конечно, я гонитель церкви. Да, конечно, вы слышали о моем образе жизни в его действии. Я не собираюсь этого скрывать, я не собираюсь этого прятать. Я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. Я был враг и гонитель, и преуспевал в иудействе более многих сверстников моих вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Почему апостол Павел подчеркивает вот это свое иудейство? Потому что уже учителя, они пытаются навязать галатам соблюдение иудейского закона. Это было в ранней церкви предметом ожесточенной такой полемики, такой весьма жесткой дискуссии, когда были люди, которые говорили, «Да, мы верим в то, что Иисус Мессия. Да, мы верим в то, что Он воскрес и смертный». Но это же наш еврейский Мессия. Он же пришел к еврейскому народу, он предсказан еврейскими пророками. Он родился от еврейской девы, и он пришел к народу Израиля. И да, мы можем принять язычников. Можем. Но для этого они должны принять весь иудейский закон. Они должны стать в вероисповедном смысле иудеями. В этом не было ничего особо необычного для древнего мира, поскольку в древнем мире иудеи были не этнической, они были религиозной общиной. И язычники могли становиться иудеями, в принципе. Там была, это видно из книги «Деяний», там было как бы несколько уровней. Были боящиеся Бога, то есть люди, которые были языческого происхождения, но они разочаровались в своих языческих верованиях, и они поклоняются Богу Израилеву, но они не принимают обрезание, они не принимают кашрута, то есть существующих в иудаизме пищевых ограничений. Они как бы ушли от язычников, но не стали иудеями. И были, собственно, празелиты, то есть люди, которые становились иудеями в полном смысле, которые принимали весь иудейский закон. И эти люди, с которыми спорит апостол, они говорили, что для того, чтобы стать христианином, ты сначала должен стать иудеем. То есть это, в принципе, возможно. Да, язычник может стать последователем мессии Иисуса, но для этого ему нужно сначала принять обрезание, принять закон и жить по закону. И апостол говорит, да я больше иудей, чем вы все, был. Он говорит, вот я преуспевал в иудействе более многих сверстников моих. Вот кто был ревнитель закона, так это я был ревнитель закона. И именно от ревности к закону, именно от усердия того, что от желания утвердит закон, он жестоко гнал церковь Божию, опустошал ее. Первые христиане, они все были по происхождению иудеями, и апостол Павел видел в них разрушителей народа, он видел в них опасных еретиков, которые отвращают народ от соблюдения закона. И он был очень ревностным таким религиозным человеком, который ненавидел этих еретиков, христиан, и стремился их искоренить. Он говорит о себе, я был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Просто он был ревнителем иудоистом, он был неумеренным, яростным ревнителем. Но далее произошло чудо. Когда же Бог, избравший меня от отрубы матери моей и призвавший богодатью своей, Бога волил открыть во мне сына своего, чтобы я богоествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Бог избрал апостола Павла от отрубы матери и призвал богодатью, Бога волил открыть во мне сына своего. Это событие, которое описывается в Деяниях, когда Савву, будущий апостол Павел, отправляется в Дамаск, чтобы преследовать и там христиан, и по дороге в Дамаск ему является Господь, и обращает его, он говорит, Савву, Савву, что ты гонишь меня? И в страхе Савву спрашивает, Господи, кто ты? Говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против, рожда. В этот момент апостол переживает обращение, и мы видим, что это обращение совершается не под влиянием других людей. Нельзя сказать, что Павла обратили другие апостолы. Его обратил непосредственно Христос, который ему непосредственно явился. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, то есть я не стал советоваться с людьми. Плоте и кровь в данном случае люди. Бог непосредственно ему открылся и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим, видеться с Петром и пробовал у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Якова, брата Господня. А в том, что пишу вам пред Богом, не угу. Противники апостола, они говорили, что он не принадлежит группе 12. Во время своего земного служения он не принадлежал к тем, кого избрал Господь Иисус. И они, исходя из этого, ставили под вопрос его призвание. И апостол говорит, меня призвал непосредственно Христос. И далее апостол говорит, что это, конечно же, не означает, что он пребывает в каком-то несогласии, в каком-то конфликте с другими апостолами. Он ходил видеться с Петром. Вот Петра он знает, Петра он знает, другого же из апостолов я не видел никого, кроме Якова, брата Господня. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии, церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавших некогда благовествуют веру, которую прежде истреблял и прославляли за меня Бога. Вот то, что происходит с апостолом Павлом, это некий внезапный, потрясающий мистический опыт, который переменил всю его жизнь. И апостол показывает, как его жизнь переменилась. Почему важно об этом говорить? Потому что множество народу может претендовать на разные там духовные мистические опыты. это можно видеть постоянно, это можно видеть даже сейчас, это можно читать там в социальных сетях, как люди рассказывают, как им там явился Господь и что-то им открыл. Есть книги, где люди рассказывают, как они там пережили опыт смерти, вышли из тела, там походили по загробному миру, потом вернулись, потом нам все это рассказали. И часто это вызывает определенный такой скептицизм, потому что так получается, что человек в результате этого опыта, о котором он говорит, он приобретает подтверждение своих прежних взглядов. Вот человек имел определенные симпатии, антипатии, человек там, может, политически кого-то поддерживал, поддерживал, может, он имел какие-то богословские воззрения, характерные именно для его общины. И в результате этого мистического опыта, который он пережил, на который он претендует, оказалось, что он во всем прав, что он молодец, что вот так все было и надо. Его взгляды не меняются, его предполагаемый мистический опыт полностью лежит в русле этих же его взглядов. Ну, он до этого так думал, потом он сообщает о том, что пережил какой-то такой мистический опыт, и дальше так думает. Вот то, что было, то это подтвердилось, ничего ему не открылось нового. И, ну, тут не поймешь. Сложно, конечно, судить, но это выглядит так, что человек подтверждает то, что у него уже было. Но с апостолом происходит нечто совсем другое. его столкновение со Христом меняет его, разворачивает его на 180 градусов. И он говорит, у меня все было. Я преуспевал более многих моих сверстников. У меня было общественное уважение, у меня была определенная власть, ну, чтобы преследовать кого-то, нужна власть. У меня была отличная карьера, у меня были замечательные перспективы. Я был отлично устроенный в обществе человек. И вот я все это отбросил. Я полностью переменил свою жизнь. Это значит, что произошло что-то такое подлинное, что-то, что заставило апостола Павла свою жизнь переменить. И вот эта глубочайшая перемена, это, ну, может быть, не всегда достаточное, но очень серьезное свидетельство подлинности опыта. И апостол, он как бы говорит, послушайте, а зачем бы мне все это было менять в своей жизни? Зачем мне отказываться от того, что у меня все было в полном порядке? И в религиозном смысле было все в порядке. Я был ревностный, богочестивый человек. Зачем бы мне было все это менять? Если бы Христос мне не открылся. Апостол поэтому говорит, ну, да, я был гонитель церкви. Да. И он разворачивает этот довод в пользу Евангелия. Он говорит, конечно, я был гонитель. А теперь смотрите, я проповедую Евангелие. Что случилось? Что произошло? Мне явился Христос. И далее он говорит, после сего отошуя страны Сирии и Киликии, церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только вот слышали обо мне. И прославляли за меня Бога. То есть факт вот этого чудесного обращения, что произошло нечто вот из ряда вон. Вот был яростный гонитель, был страшный враг, истреблял церковь Божию, теперь стал боговестником. Что произошло? Произошло нечто экстраординарное, что-то из ряда вон выходящее. И апостол говорит, ему лично открылся Христос. Его апостольские полномочия основаны именно на том, что Христос ему явился лично. Это была беседа о первой главе послания святого апостола Павла к Галатам. Ее представляет библейский портал Экзегет.ру.